Дорогие друзья, добрый день, рад всех приветствовать. У нас сегодня очередное развитие управления. Тема управленческая корпоративная культура. Тему я решил выбрать неожиданно. Они у нас, кто не знает, выбираются за пять недель до мероприятия и всегда есть в календаре. Можно посмотреть на следующие все, до конца мая, по-моему, все расписано. Вот. Но тема сегодня очень сложная, сразу же скажу, потому что она неосязаемая. Управленческую корпоративную культуру нельзя пощупать. Ее очень сложно диагностировать. Но у ней очень простой критерий, как ее можно оценить. Это степень успешности бизнеса, динамики его роста и удовлетворенности сотрудников. Именно управленческого состава, да, наверное, не только от того, насколько эффективна система работает. Поэтому я сегодня постараюсь тему раскрыть. Материала много заготовил, сразу скажу. Боюсь, что все не успею, но постараюсь. Вот. Поэтому приступим. Ну, самое первое, на что хотел сделать акцент, что управленческую корпоративную культуру, конечно, определяет первое лицо территории. То есть какая-то часть влияет в целом, наверное, и с головного офиса. Это тоже невозможно отрицать. Но все-таки большую часть всегда определяет ситуация на месте. Даже в одних и тех же городах, вот с одними и те же условно собственниками, да, если у них два офиса, в одном офисе бывает одна культура, в другом офисе бывает иногда сильно отличающаяся вот эта культура управленческая. Итак, что же это такое, от чего все это зависит? Где вот сейчас много можно на эту тему дискутировать, но задам вначале самый простой вопрос. Является ли бизнес, ну, по большому счету, такой семьей большой? Я отвечу, да, является. То есть 100%. Потому что, сами того не замечая, мы тут проводим большее время. И от того, как мы это проводим, как мы с друг другом общаемся, как мы относимся друг к другу, как доверяем друг другу, в целом очень многое, наверное, зависит. Как и в любой семье. И от того, насколько уровень развития каждого из членов семьи высок, тоже определяет вот какой-то средний уровень этой системы. И поэтому первое, что важно, я первое, на чем сделать акцент хотел сегодня, это, конечно, наш формат общения. Если кто-то думает, что, допустим, можно с замами общаться условно в одной культуре, условно, и требовать от всех потом дальше такой другой культуры, так не бывает. То есть система очень сильно копирует стили. Это давно доказано. Все вы знаете, что есть известный опыт там, скажем так, в животном мире, да, когда если чему-то обучает вожака стая, это очень быстро передается всем участникам. Если обучают условно самое низшее звено в иерархии, то все над ним смеются. И никто это все не копирует, да. Я вам рассказывал пример. Это в книжке, по-моему, в нескольких книжках описано. Вот. Поэтому вот это самое важное. Понятно, что от чего... А теперь самое сложное. И понятно, по психосоматике все знают, что нельзя являться тем, кем ты не являешься. И даже если человек, допустим, сам по себе имеет определенный характер и пытается делать его правильным и подстраивать под среду, он рано или поздно начнет сильно болеть. Я в этом убежден. И у него это будет все неорганично, и это все разрушит еще больше. Вот поэтому... И это вот важно глубинно внутренне понимать, какие ты принципы внутрь системы задаешь, да. Вот поэтому это вот вначале один вопрос такой, именно общительный. Потому что, ну, поверьте на слово, такие там вещи, как, допустим, использование мата, да, такое, к сожалению, не в нашей системе, но иногда бывает. А я думаю, в нашей иногда бывает, да. Вот. Это все... Культуру эту привносят, поверьте на слово. То есть такую. Но в то же время все мы всегда осуждаем, да, когда кто-то в нашем присутствии там начинает на кого-то там повышать голос. У нас это вызывает недоумение. Просто нас копируют иногда. Вот. Это вот касаемо такой составляющей. Следующий, давайте, момент. Я сейчас буду набрасывать такие мазки корпоративной культуры, да. И по результатам сегодняшнего встречи у нас должно в целом, каждый должен дать себе оценку, какая это корпоративная культура. Она везде разная. Она интересная. Она может быть способствует результату. В разные единицы времени бывают разные задачи у систем. То есть где-то нужна будет одна корпоративная культура, где-то другая. Она точно должна видоизменяться. Мы об этом поговорим. Следующий. Так, теперь немножко такой. От одного бока крайности в другую крайность перелетаем. Очень сильно на корпоративную культуру будет влиять степень исполнительской дисциплины. Вот смотрите, мы все знаем, что в разное время каждый человек эффективен на своем месте. Этот же человек через полгода, допустим, при других обстоятельствах, в этой же компании может быть уже неэффективен. То есть компания решает другие задачи, изменилась конкурентная среда, изменилось, допустим, несколько ключевых сотрудников, и этот директор со своим подходом уже будет неэффективен. Он не стал хуже и лучше. Среда стала другой, и он уже стал другим для системы, чужим, неэффективным, не принимающим. Вот, поэтому начнем давайте с исполнительской дисциплины. Я не собираюсь там внутри вот этих подсистем читать большие лекции сейчас, да. Я просто все время займу только исполнительской дисциплины. Я такими крупными мазками в аспекте корпоративной культуры каждый вопрос, хорошо? Значит, в исполнительской дисциплине очень важно, какой процент поручения исполняется. Это сухая статистика. У каждого он свой. Где-то у нас, знаете, вот абсолютно правильно подмечено, недавно там в чате советских директоров там один из наших врачей-депортиров написал, а вот бывший губернатор, говорит, в нашего региона такой аппарат имел, да, исполнительский, что там любая задача гарантированно исполнялась, если она принята. И другого варианта просто быть не могло. Вот, я согласен с этим. То есть, иногда бывает так, что в некоторых компаниях, я сегодня лекцию планирую сделать публичную, поэтому буду не только на примере это же, а в целом рассказывать, не имеет даже помощников. То есть, я серьезно говорю, я знаю руководителей, у которых в компании работает уже 300-400 человек, и у них нет помощников. Ну, коллеги, давайте откровенно. Значит, во-первых, что в этом плохого? А, они будут сами делать часть труда, допустим, введение протокола, да, организацию встреч, которые, давайте откровенно, они могли бы найти себе применение получше этому рабочему времени. Я вся говорю, лучше даже просто поспите. Это будет гораздо полезнее, чем делать явно рутинную работу. Вот. Или там прогуляйтесь, отдохните, да, подышите воздухом. Вы с большей вероятностью гораздо лучше идею следующий. Там момент придумайте, когда вернетесь. То есть, помощники должны быть. Вообще, структура затрат на исполнительскую дисциплину первого лица должна быть минимум до 20% его фото. Да, вот так вам скажу. То есть, почему, на чем это основывается? Потому что примерно 30% работы руководителя, ну, в обычном формате, он тратит на какое-то поддержание системы. И поэтому, если вы на это тратите 20% и высвобождаете эти 30%, это уже рентабельно. А на практике, когда это начинают делать, со временем приходит тому, что за примерно 3-5% фото высвобождает 30% времени. Почему я вам расскажу? Потому что сам руководитель начинает делать такую полезность. И столько начинает получать ресурсов, что весь этот круг вот так вот постоянно расширяется. И он так до бесконечности может расширяться. Можно постоянно отдавать более дешевые функции, постоянно делать более дорогие. И все это будет вот так вот, вы более-более эффективны будете. Вас копируют. Теперь следующий момент. Если мы все правильно делаем исполнительски и правильно распределяем рабочее время, наши руководители также формируют такую производственную исполнительскую культуру. Это очень важно. Если руководитель шаляй-валяй, грубо говоря, так это назовем, и вдруг сам иногда дает поручения, потом сам про них забывает, не ведутся протоколы встреч. Я надеюсь, нигде такого нет. Сейчас вот меня слушают, я искренне в это верю. И в YouTube кто смотрит, нет такого руководителя, который бы не вел свои протоколы встреч. Коллеги, я так считаю. Вот стали руководителем, запомните правила. Каждая ваша встреча должна быть запротоколирована. Все. Не важно. Знаете, хотя бы для кого? Для самого себя. Потому что это правило менеджмента. Понимаете, все по-другому это не работает. Почему я потом постараюсь объяснить? Здесь же мы плавно переходим сейчас к другому блоку, про бюрократизацию систем. Бюрократия, по-моему, это французское слово, если не ошибаюсь, которое просто означает порядок. И у нас, естественно, все это немножко в другую форму перешло, что бюрократы это носят резко отрицательный оттенок. На самом деле нет. То есть я считаю, нужная степень бюрократизации и формализации нужна всего и вся. И вопрос только меры. Где-то переходит разумную грань. Давайте с вами приведем конкретный пример. Многие говорят, ну вот зачем писать функциональные обязанности каждой должности. Слушайте, а надо писать. Для чего? Я об этом дальше поговорю. Для того, чтобы понимать, каждый понимал то, что делает. То есть тебе нужно писать. Кто за что человек отвечает, какие там полномочия имеет. Это не бюрократия, это нормальный управленческий процесс. Следующий другой пример бюрократии. Многие говорят, что вы там в этих табличках все сидите. А как, допустим, можно хорошо обеспечить управляемость системы, к примеру, по бизнес-процессам, если только не должной степенью бюрократизации. Когда мы понимаем четко, на каком этапе что находится, сколько ресурсов потребляется. Это в любом случае бюрократия. И грань между бюрократией и эффективной компанией ее нет. А просто нужно вводить слово эффективная бюрократия. И вот при таком определении мы понимаем. Так вот, в каждой компании разная своя культура вот этой эффективной бюрократии. То есть где-то ее нету, и это одна крайность. Где-то ее много, и люди оттуда бегут. Это другая крайность. Но только вы определяете степень вот этих процессов. Фактически определение, вот допустим, такой вопрос. Где должна заканчиваться протоколирование? Если два человека между собой в коридоре встретились, должны ли они записать протокол встречи? Ну нет, конечно. А должны ли записать протокол встречи? Происходит, допустим, встреча HR-директора, к примеру, и директора департамента продаж на 15 минут по какому-то вопросу. Вы знаете, да. А кто имеет право посмотреть этот протокол? Это следующий интересный вопрос. Они встретились, протокол записали, и никто не имеет права посмотреть. Это одна система корпоративной управленческой культуры. Они встретились, это прозрачно. Все знают, что появилась встреча. И можно посмотреть, о чем они говорили. Это другая. Мы дальше о прозрачности поговорим. И это управленческая корпоративная культура. Или другой пример. Допустим, имеет ли право сотрудник поехать в любую командировку, никому не докладывая, зачем он поехал, что он там делает и какой результат получил. Или все-таки в компании должна существовать система. Извините, если ты поехал в командировку, ты должен спросить разрешение, взять какую-то задачу, зачем ты туда поехал, потом рассказать о результатах. И через какой-то промежуток времени время должно определить, вообще результат достигнут или нет, который ты заявил. Где вот эта грань бюрократии? Она своя. Ну и другой пример маразма, крайности другой. Это, я считаю, правильный пример привел. Другой пример крайности, когда для того, чтобы поехать в командировку, нужно написать 50 листов обоснования. Что ты будешь делать, прописать свой каждый шаг, с кем ты будешь разговаривать, что будешь делать. Это другая крайность. Понимаете, вот эта грань, каждый где-то точку ставит вот на этой линии. И в зависимости от того, как у нас наша культура сформирована, как людей, мы либо ставим ее неправильно, либо в какой-то желтой плоскости, на грани фола. И это определяет всю культуру и результаты. Потом сотрудники говорят, либо мы эффективны, либо неэффективны. Поэтому бюрократизация – это важно. Следующее. Для корпоративной культуры будет иметь значение подбор команды. Про это много говорят. Я в каком аспекте хотел сказать. Знаете, корпоративная культура – это есть, по одной из точек зрения, совокупность корпоративных культур всех людей, которые вокруг тебя. Но умноженное на внутреннюю систему управления компанией, которую вы определяете как первое лицо своих территорий. Но подбор команды – это критично важно. Знаете, все знают примеры. Мне довелось, я был в запасе, я рассказывал вам, что там два HR. Один собеседует по профессиональным навыкам, второй по соответствию ценностям. И если даже это идеальный сотрудник, его не возьмут, если он не подошел по ценностям. Причем по навыкам два часа длится собеседование, а по ценностям четыре часа. Мы понимаем, почему, потому что мы понимаем, человек, который зашел с неправильной культурой, он быстро может все вот это изменить. К сожалению, в корпоративных культурах все понимают, если вода прозрачная, и туда просто кинуть немного черной краски, вода вся станет черной. Для этого хватит буквально 5% краски, объема воды, для того, чтобы вода стала уже непрозрачной и черной. Вот это важно понимать, и почему все говорят, что иногда в некоторых системах надо прям заслон ставить на попадание туда инородных тел. То есть системы очень склонны быстро к изменениям. Вот я считаю, это как раз такой пример. Поэтому те системы, которые дошли до этого, понимают, что надо смотреть не только по профнавыкам, но и какой человек к культурному культуру проповедует. Вот из всего, что я сегодня говорил. Я иногда на собеседованиях, когда бываю, вижу, что человек условно не совпадает по ценностям, я его на дозамер всегда, если честно. Говорю, давайте вот еще его посмотрим, вот как он. Позадаю вопросы такие некоторые, но реально это можно понять только в культуре. Далее, следующие компоненты, я их немножко себе вот так вот написал, что хотел вам рассказать. Это то, как принято в компании работать. Вот смотрите, сейчас приведу несколько примеров, я их заранее готовил. Первое, работа с приоритетами. То есть бывает в корпоративной культуре, это все недостаточно гибко. И допустим, если у нас сегодня появился приоритет, все говорят, ну подождите, у нас есть своя работа, мы приоритет подождем, что называется. Это одна корпоративная культура. Эта же корпоративная культура в другом виде. Она что всегда будет говорить? Она будет формалисткой. Я сейчас не хочу, вот вы все эти теории, там белые, красные, там организации, там зеленые, там все это есть. Мы все эти теории знаем. Я хотел сказать, что вы должны просто понимать, что вот как она сформировалась. Другой пример, допустим, долгосрочная и краткосрочная. Что будет, если на совещании сотрудник встает и говорит, ребята, вот это все эффективно краткосрочно. Ну для примера, если мы там, вот по найму давайте мы говорим, если мы нанимаем быстро сотрудников, да, мы сейчас закрываем проблему. Но не проще ли тратить больше времени на найм, больше времени на анализ для того, чтобы долгосрочно у нас были более сильные кандидаты. И неправильно ли делать им, допустим, полноценный асессмент, тратить ресурсы на каждого там 7-8 тысяч рублей, такой профессиональный, да, для того, чтобы иметь будущий результат. Ну вот в одной культуре вам скажут, да ты что, мы так знаем. Ну все, мы вот на него посмотрели 5 минут, все, мы его знаем, всю его душу. Все, берем. Вот, другой человек скажет, нет, 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 так не бывает. Это все скрыто. Давайте пробовать, есть профессионалы, которые это могут делать. Это другая культура, мы ее определяем. То есть долгосрочность, краткосрочность, да, мы это все видим, значит, что и как происходит. Следующий момент, это процессные результатные вещи. Знаете, есть культура, ориентированная на процессы, есть на результаты. Я не сильно в это верю, я считаю, правильно организованный процесс, это и есть всегда хороший результат, да. Но, что важно, важно все-таки смотреть структуру показателей, систем, а не на что. То есть, смотрят сам процесс, вот тут большие дискуссии идут, но эти разные культуры. И это привел всего лишь несколько примеров, которые мы определяем вот с точки зрения управленческого такой приоритетов, что важно, что не важно, да, и как это есть. И это все идет от нас, то есть, безусловно, совершенно. И здесь мы вот стоим перед вот этими моментами, которые эту культуру формируют. Вот, если говорить немножко дальше, двигаться, да, и сейчас вот немножко остановиться и так в целом порассуждать. Вот, смотрите, все же знают, когда-то не было электромагнитных волн, их открыли позже значительно, да. Не понимали, как свет работает, то есть, световых волн, да, это же волна, все понимают, то есть, не понимали. Вот, сейчас не совсем, ну, понятно с точки зрения, до сих пор это различные вот эти теории передачи информации на расстояние, да, и так далее, то есть, там, процессы. Но они же существуют, то есть, они всегда существовали, даже мы, когда о них не знали. Так вот, по управленческой культуре не так много написано книг, хороших, как я считаю, да, и даже вот я сегодня, когда готовился, я не скажу, что я прям нашел много ценной информации. То есть, решил в итоге, там, на каком-то своем опыте опираться, да, и попробовать вот это все рассказать. И почему, я вам расскажу, потому что это все индивидуально. И пробовать описать вот эти законы, я не знаю, есть они или нет, если откроют, я не знаю, когда-нибудь их откроют. То есть, вот этот нематериальный мир, да, вокруг компании, который существует, он, конечно, важнее любого материального. То есть, посмотрите, там, на банки, да, есть банки, которые обладают капиталом всем, там, поддержкой огромных государств, но их эффективность слабая. А есть банки, которые обладают такой же поддержкой государству, но не очень эффективны. Почему? Что решает? Качество управления, да. Какая роль корпоративной культуры внутри качества управления, я вам скажу огромное. Можно ли сказать, что корпоративная культура, это управленческая корпоративная культура, это есть качество управления? Наверное, тоже да, потому что это все производные этих процессов. Давайте другие примеры я вам сейчас перевожу. Немножко про публичность, да. Смотрите, вот один из важных аспектов, который дает индикацию, насколько разная корпоративная культура, это степень прозрачности организации. Вы знаете, есть большие компании, где финансовые результаты знают все, потому что они публично акционированы, да, они на IPO, ими торгуются акциями, вот. А есть компании, я это точно знаю, которые тоже уже не маленькие, но где даже заместитель не знает финансовых результатов, да, знает только условно там первое лицо или руководитель. Вот директор точно знает. Это же что? Это прозрачность. Следующий момент я вначале упомянул. Прозрачность, она касается того, кто какой доступ информации имеет. Это тоже формирует корпоративную культуру. Вы знаете, допустим, где действует режим прозрачности, а есть такие компании, и наша компания старается такой быть, да. Я всегда, все знают, мой календарь открыт. То есть, пожалуйста, смотрите, изучайте, какие я встречи провожу, да, какие материалы готовятся. Вот. Открыт у нас все протоколы встреч открыты. То есть, любой может посмотреть там протоколы встреч, там они в публичном доступе. Я считаю, что тоже это правильно. И на всех территориях я советую так же делать. То есть, люди должны знать, что мы обсуждаем, почему обсуждаем. Конечно, иногда бывают какие-то закрытые форматы, но это по принципу заявиться надо, что это закрытый формат. По умолчанию там все открыто, что называется. Вот. Далее. Насколько у нас… Давайте вот еще по степени прозрачности поговорим немножко даже по назначению. Сначала все тоже отметил, да, три принципа. То есть, допустим, как можно ставить по результатам, да, где-то происходят назначения, где-то они происходят на основании публичных, заранее заявленных результатов, что лучших будем двигать, где-то просто ничего не происходит, просто говорят, все, мы назначили этого человека, вот теперь будет он, да. Где-то это какие-то публичные конкурсы, а где-то конкурсы заранее формализуются. Они говорят, вот все, объявляем конкурс за один месяц, собираем всех желающих заявки, будет вот такое назначение, все знают. В некоторых городах или в некоторых бизнесах ничего такого нет. И это тоже корпоративная культура, потому что человек, когда, допустим, знает, я вот хочу там некоторые российские организации похвалить, которые явно далеко ушли в этом вопросе, где вообще действует обязательная процедура формализации конкурсов. Это к вопросу, опять же, нужна не нужна формализация, да, что она, бюрократизация может быть полезна. То есть там любой конкурс – это конкурс. Все, есть условия, критерии, комиссия, кто принимает решение, параметры, по которым принимается решение. Вы знаете, это правильно. Я первый раз удивился, когда, естественно, я тоже эволюционирую как руководитель. И первые разы, когда я назначал людей, я так назначал. Ну, вот вроде он хорошо, первый там 10 лет работает. Хорошо работает, ну, поговорю с ним, назначал. Потом только пришел в понимание, что подождите, стоп. А есть люди, которые тоже считают, что они достойны. Да, я почему им не предложил? Вот. Второе, есть кандидаты извне. Почему я не поискал, и если я хочу работать, да? Третье, почему я не опрозрачиваю критерии это делать? И что думают люди? Они же мне никогда не скажут об этом. Они же пойдут, расскажут своим родственникам, что в этажах там условно все закрыто. Там посидит, там директор сам вот понравится, условно говоря, того и назначает. И все это непрозрачно. И поверьте, так это и есть. И это формирует вот эту управленческую культуру. Вот. Дальше. Очень сильно на управленческую культуру будет влиять скорость роста бизнеса. То есть смотрите, что происходит. И как на сегодня сложилась ситуация. На сегодня есть дефицит. Скорость – очень дорогая валюта. В конечном итоге управленческая культура и скорость бизнеса – это противоположные вещи, как мне кажется. Я вам расскажу почему. При большой скорости роста бизнеса управленческая корпоративная культура всегда подвергается риску. Более того, многие именно боятся этого скорости развития бизнеса, потому что боятся потерять свою корпоративную культуру управленческую. Это я точно знаю. И вы знаете, это оправдано. Более того, вот по многим моим таким вот встречам, это большую долю страха занимает, почему люди не хотят быстро расти. И потому что, с одной стороны, считается, что есть органика. Органика до сих пор не выяснена. Я вот пример хочу вам сказать. Вот есть там точка зрения, что если, допустим, давайте на нашем бизнесе пример разберем. Если город, допустим, вырастет с 200 до 400 человек за год, то он гарантированно поменяет корпоративную культуру. А как определить вот этот запас корпоративной культуры, да? Что вот ваши вот эти все взаимоотношения, они не порушатся, а может даже крепче станут. Потому что на новых витках развития бизнеса всегда приходят более системные, более заинтересованные люди, которые привносят свое. Оно же может быть и положительным. Все согласны. Почему по умолчанию человек считает, что новые люди, они могут плохо влиять на корпоративную культуру? Я, например, искренне считаю, что при правильном подборе и правильной компетенции новые люди, наоборот, положительно влияют на корпоративную культуру, усиливают ее, усиливают своими знаниями, усиливают конкурентной борьбой разумной, усиливают новым видением и горизонтом, ну, как я это называю, масштаба своего мышления. Вот. И более того, они всегда еще очень хорошо, скажем так, вызов бросают и первому лицу. Потому что первое лицо тоже вынуждено по-другому совершенно абсолютно управлять. Вот поэтому здесь важно, когда мы говорим корпоративную культуру, я считаю, мы говорим скорость. И отсутствие роста скорости бизнеса убьет любую корпоративную культуру. Я вам точно говорю. То есть, если вы считаете, что вы не будете, ваш бизнес не будет расти, и вы сможете ее сохранить, не сможете. В болото все превратится. Доказано, проверено. Любое отсутствие такой системного закономерного роста любых процессов приводит к заболачиванию местности. Все должно быть проточно. Мы должны в этом моменте здесь находиться, но бежать дальше и понимать свои следующие шаги. Вот. Отдельно, за скобки, я выношу в корпоративной культуре, это такое понятие, как текучесть управленческих кадров, а точнее управленческих талантов. Правильное слово. Почему? Значит, смотрите, мы незаметно с вами пришли время, пришло время, как мне кажется, время людей. То есть, в бизнесе очень сильно акцент сместился с капитала, с технологий на людей. В России все это произошло резко в последние три года после пандемии, на мой взгляд. Я вот глубоко в этом убежден. Все знают, что у нас сменились и структуры бюджетов, направленные на HR-процессы, на развитие талантов, на обучение, на мотивационный менеджмент, на оценку персонала. Потому что требования времени, мультипликатор гораздо больше именно в качестве работы с людьми, чем с технологиями и процессами. Это не значит, что там не надо работать, не значит, что капитал надо привлекать. Нет, это все также важно, это осталось требованием, но значимость ушла сюда. И корпоративная культура, она в том числе про то, какие степени ресурсности они на это дело, грубо говоря, тратятся. Теперь смотрите, по людям. Где-то все знают, что у нас один из руководителей СССР говорил, что кадры решают все. На самом деле он говорил, фраза-то в оригинале звучала, кадры, овладевшие техникой решают все. Запомнил всем, кадры решают все. И здесь мы как система о чем говорим? О том, что текучесть управления всех кадров должна являться важнейшим приоритетом. Что мы фиксируем по факту? К сожалению, коллеги, я должен сказать об этом, что у нас неплохие цифры по текучести топовых управленческих кадров, но динамика не очень хорошая. Все-таки я глубоко убежден, с людьми надо уметь договариваться, развивать, им должно быть интересно. И именно по этой причине мы где-то порой не на то делаем акцент. Порой, когда лишний раз надо поговорить с человеком, мы сейчас дальше об этом поговорим, прояснить ситуацию, мы пытаемся уйти от проблемы, и кадры иногда теряем. Вы знаете, каждый управленец по умолчанию в принципе готов работать, но при двух очень серьезных условиях. первое, он понимает, за что он борется, какая цель, и второе, он понимает, какая его выгода в этом. И вот если мы хорошо обе системы регулируем, причем я скажу первое, более важно, деньги легче обеспечить, чем реальный интерес в работе, радость осуществления своих управленческих действий, и понимание, что это не зря. И это тоже корпоративная культура. Вот я всегда всех учу, есть у вас 20 ближних людей, внимательно всегда смотрите, интересно ли им, эффективно ли они работают, потому что если они вдруг не достигают результата, 80% что им уже не интересно. Либо им не интересно, потому что они не достигли результата, либо им в целом это не интересно, и поэтому они не достигли результата. И вот эта управленческая культура, определение процентов людей, которые эффективны сейчас и связывают себя с будущей компанией, они очень сильно влияют на эту управленческую корпоративную культуру. Только в компании заводится, скажем так, больше 10% явно неудовлетворенных, без горящих глаз людей. Знаете, это очень опасно для любой культуры. Я всегда критично на это смотрел, и если я это чувствовал, я таких людей убирал. Я считаю, что это моя зона ответственности. Мы хорошо всегда говорили, я чувствовал, либо надо... Но если уже не получается, лучше всегда убирать. Управление это также важно, высшее, чтобы единый монолит был, как и любая система. И когда что-то уже явно плохое, лучше убирать, даже с самого высокого уровня. Но при этом надо делать все возможное, чтобы этого не было. Следующий, давайте, такой слой. Я тут хочу порисовать, ладно? Значит, это немножко про такой золотой, как я его называю, два уровня создания корпоративной культуры в отдельном человеке и системе. Я сейчас напишу, я вот недавно тут большой аудит проводил, наставничество можно сказать, и мне показалось, что это очень интересная теория. Значит, смотрите, давайте вместе поразбираем. Вот смотрите, вот я считаю, есть вот первая цепочка. Ой, то есть есть первая цепочка, да? Я хотел, чтобы все ее понимали четко. Первая, это зона, это ответственность. Я прям буду сейчас двигаться сверху вниз, да? Ответственность. Из ответственности всегда исходит цель. То есть, если есть зона ответственности, вот это очень важно определить правильно, зона ответственности, если откровенно. Если правильно определена зона ответственности, еще правильнее определить цель. Мало определить просто зону. Вот это очень важно. Вот смотрите, я сейчас потом конкретные примеры попривожу. Там, где есть цель, мало определить цель, нужно определить четко критерии результата. критерии результата критерии результата после критериев результата чтобы ничего не пропустить значит очень важно определить мотивацию вот это вот это золотое правило менеджмента вот тогда любая корпоративная культура становится однородный причем ответственность и и это такой сложный механизм после мотивации всегда карьерный у нас мы его версия назвал на это называет там карьерные перспективы то есть грубо говоря что ты делаешь сейчас что ты в результате должен достичь как мы определим что ты этого достиг что ты за это получишь и что в перспективе будет если ты будешь регулярно это делать хорошо вот это такой маленький управленческий цикл который очень часто мы не замечаем сейчас я вам на конкретном примере попробую это доказать значит смотрите допустим возьмем такой вот казалось бы абсолютно простой вопрос как я в прошлый раз про ипотечников рассказывал давайте в этот раз сделаем чуть сложнее по менеджеру то есть наши не дайте дайте не с нашей системы допустим возьмем с сектора допустим ресторана то есть и у нас допустим есть там главный по повар грубо говоря шеф-повар да который отвечает за кухню ресторан допустим большой все мы сначала определяем зону ответственности нам важно четко ему прописать зону ответственности да в чем она буду мы говорим струженты вот отвечаешь за качество еды да это первый момент это одна зона ответственности выше уровнем что будет идти ты отвечаешь не за качество еды ты отвечаешь за уровень насколько это привлекает новых клиентов грубо говоря замерить мы потом поговорим как это можно замерять подискутировать это вторая это уже другая зона ответ согласны качество еды, и чтобы она была вкусной и привлекала новых клиентов. Следующий уровень ответственности. Шеф-повару тот, кто организует. Ты ответственен за то, насколько выгодно это может продаваться. То есть мы там включаем уже и экономическую составляющую. Это разные зоны ответственности. Поверьте, я видел, все видел. У меня много знакомых рестораторов. Все по-разному определяют главному шеф-повару, что туда нужно. Ну и четвертый уровень. Ты вообще отвечаешь за чистую прибыль. Все. Ты шеф-повар, ты платишь не оклад, плюс там НПС за качество еды, объем продуктов, сколько недовольных клиентов, ты получаешь от чистой прибыли. 8% чистой прибыли твои, для примера. В ресторане. Это другая история будет. Поверьте, он будет по-другому работать. Потом мы ему цель для каждого уровня определили. Если, допустим, цель будет, это мы скажем, твоя цель, качественная еда. Если мы скажем, что твоя цель условно, объем новых клиентов, это твоя цель, чтобы на следующем месяце было не 175 клиентов, а 278 за счет качества еды. Если там это ценовые породи, то твоя цель, чтобы мы условно эту продавали по другой цене и так далее. И критерии результата. Все. Дальше, соответственно, мотивацию выстраиваем. И планы ПР, если ты выполнишь, что это будет. Казалось бы, просто. Я понимаю, кто меня слушает, скажет, что тоже элементарные вещи. А вот непросто. В этих горизонтальных движениях можно очень быстро попадаться. Можно зоны ответственности неправильно определять. Можно их двигать сюда вниз. Допустим, давайте приведем пример ошибочной зоны ответственности. К примеру, чтобы у нас было просто и понятно, допустим, департамент маркетинга. То есть первая зона ответственности. Мы им говорим, ну, твоя ответственность – входящий поток. Все. Он говорит, ну, нормально, все, давайте я сейчас тогда, давайте мне все деньги мира сюда. Я вам сейчас такой входящий поток дам, что с ума сойдете. Все. А цель есть входящий поток. Все есть. Все есть. Только денег у компании не будет. Переходим на уровень выше зоны ответственности. Мы говорим, нет, нет, нет. Слушай, подожди. Твоя цель – это все-таки стоимость входящего потока, его количество. он тоже тогда говорит ну все тогда я сейчас там это вот так вот так тоже другая свечка не 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 подожди твоя цель чистая прибыль организации это один вопрос исследуя это еще не все и твоя цель доля рынка 2025 году такая-то такая у него по-другому голова а входящего потока можно еще ниже вы не переживайте всегда есть но нет предела деградации я несколько раз это видел цель допустим не входящий поток а цель какая просто просто заниматься рекламы бывает такое ставят задачу ты занимайся рекламы и наша эффективность и цель ты просто этим занимаешься мы знаем что ты у нас есть все и это там понятно там критерии результата допустим он будет такой что контакты с контрагентами да там там цифровых не будет каких-то цель ну скажу с 5 контрагентами сделать все мотивация будет какой-то теперь там да какой-то и так далее все везде вот поверьте в любой специальности можно вот этой матрицы ошибаться и целями потом не туда двигаться да и не туда уходить можно допустим инструментами высших целей пытаться управлять с помощью мотивации там допустим начального уровня такие 5 туда-сюда и это все культура понимаете управленческая которая вот это все у нас определяет так ладно в общем дальше что я хотел сказать это на одной чаше весов да вот на другой чаше весов управленческой культуре такие понятия как ресурсы полномочия система отчетности система метрик обратная связь да это вот то что помогает нам все это эффективно осуществлять вот смотрите вот это очень важно это и есть управленческая корпоративная культура вот смотрите вот мы допустим видим у нас работает человек вот мы думаем что он эффективно работает а я сейчас экспертно скажу знаете ли вы что любой сотрудник может создавать в два раза больше ценности после одного часового аудита сильного управленца любой я себя не считаю прям сверхсильным управленцем да но даже я 90 процентов случаев после моего аудита люди работают на 30-40 процентов эффективнее сразу же на следующий день вот почему потому что просто немножко чуть-чуть вот сознание меняем до управленцем учим их на фокус внимания правильный посмотреть пересмотреть и это культура значит ладно давайте так это вот не хочу долго про это говорить это такая техническая часть но она важна для культуры понимаете то есть и мало того чтобы вы эффективно надо чтобы каждый сотрудник вот на своих уровнях тоже умел четко это делать и когда это все происходит правильном формате это все определяется теперь давайте чуть выйдем за рамки всего этого да это я сейчас вот по спирали двигался таким вот психологических каким-то таким техническим вещам да инструментальным вот сейчас немножко в боку идем да поговорим вот о таком пределе как вопросе как говорится мне до всего есть дело так этот блок назовем да вот смотрите как корпоративной культуры повлиять что если сотрудник видите что что-то не то он об этом не молчит вот это я называю весомой частью корпоративной культуры значит это сложно добиться почему потому что а все мы понимаем боимся кого-то обидеть великие те компании когда никакой сотрудник никто не боится покритиковать другого сотрудник только когда можно критиковать публично это лучший инструмент для роста бизнеса понимаете если в культуре нельзя критиковать я считаю организациям тяжело им тяжело расти да все знают у нас компании конкурс и запущен там на пять миллионов рублей да на лучшую критику моих решений даже вот так вы понимаете даже деньгами кстати очень много идей приходит очень много идей приходит прям многое внедряем прям спасибо всем большое вот я чувствую тяжело будет победителя определять но мы определим обязательно для чего это было сделано да просто уже чтобы даже дать понять что ребята да мы платить готовы критикуйте нас вот но большинстве корпоративных культур удивительным образом складывается ситуация что критиковать не готовы почему во первых в целом последние 5-7 лет в некоторых странах идет курс на такой в общем на такую переосмысление роли критики так это назовем да и мне кажется бизнес это тоже переходит то есть все знают все знают все знают что есть подобные системы они вокруг себя делают подобные системы это вот лишнее тому доказательство да я прям и это понимаете теряется конкурентоспособность всегда системы вот поэтому обеспечивайте это пусть критикуют пусть говорят создавайте инструменты это повышение качества управленческой корпоративной культуры да во первых видно кто реально что-то понимает то есть недавно с одним тоже управленцем общаюсь что ты меня не вижу будет новых людей а у тебя разрешено в компании вообще как-то проявить себя там показать ну вот понятно что ты минус один видишь каждый день минус 2 встречаешься минус 3 ты уже иногда видишь минус 4 ты не и не встретишь если честно не будет диалога да и вот нужно вот эти все уровни уметь так балансировать создавать инструмента критика это возможность если для меня всегда сигнал если кто-то где-то вот начинающий специалист пришел и видишь что-то по-другому он понимает он значит анализирует что на другом уровне может быть что-то не так он видит как можно это исправить это крутой специалист все мы его повысим по сделаем и это будет пример другим что критикуй говори предлагает мы тебя будем повышать вот это правильный подход все так что у нас на время мало досталось далее давайте немножко немножко пару слов корпоративной культуре таких вот вещей как критика похвала наказание поощрение это мощная часть любой корпоративной культуры как она выглядит с позиции скажем так из инструментальной да она выглядит очень просто то есть это на самом деле классическая матрица я считаю набор инструментов да где у нас тут вот критика похвала критика похвала грубо говоря по на по возрастающей да здесь наказание внизу поощрение это как правило денежная давайте так по простому это материальная мотивация это не материально по большому от первого лица ну понятно еще есть куча других нематериальных инструментов материальных я так в общем чтобы модель объяснить на код каждый из вас примерно свою точку определяет вот поверьте у каждого из вас есть своя условная точка и условные примерные круги этой точки где вы в основном работаете понятно что стоили на мере вероятность у каждого своя это сложно я тут перед лекцией думал какая интересная у меня . так и не понял если честно вроде ну тоже она где-то существует ее сейчас математически посчитать как он допустим я реагирую на разные вопросы с какой вероятностью да давайте я сам себе дам оценку наказание вообще никогда финансово не принимаетесь она мне это будет очень высоко но критиковать честно и критикую чаще чем поле но это тоже правда где-то я был бы вот здесь вот примерно вот тут у каждого тоже есть своя точка значит все таки я не говорю что правильная . вот здесь до бесконечно хвалить и критиковать но где-то она точно вот в этом квадрате вот убежден в этом то есть нужно раньше я как считал что дескать вот надо критик критика нужна я прям сам не верю я считаю но все таки критику надо переводить формат обратной связи вот правильно все эти умные книги пишут давайте откровенно не каждый критику способен понять почему сложно потому что наша психология так устроена критику все сразу воспринимают как нападение а вот критика как обратной связи и в правильную форму вот это надо уметь делать вот век живи век учись да и это тоже корпоративная культура как мы это делаем мы умеем если нам грубо говорят человеку сказать да ты не так делаешь ты что не знает что ли условно говорили так слушай николай вот я посмотрел внимательно твою работу да вот как ты делаешь ту же вот мне кажется было бы лучше если бы ты вот это получилось у тебя делать да вот это вот тут я считаю вот логично вот так вот сделать да то есть это более правильной модели вы знаете тут не надо ругать европейцев который так работает мне кажется они правы и вот это наша культура да когда мы говорим да не так вот бывает я прям часто много таких руководителей вижу да слушайте не работает люди закрываются люди закрываются поэтому сам собой борюсь признаюсь я считаю каких-то успехов достиг в этом да то есть стараясь больше его переходить в эти модели управления но начинал характер у меня вам вообще по умолчанию такой ну честно все знают работают в сторону критики был вообще сто процентов но потихоньку двигаюсь двигаюсь и прям свою целью ставлю может быть следующие 10-15 лет прямо вот сюда продвинуться и это тоже определяется насколько мы это тоже корпоративная культура поверьте на слово и она потом копируется и людям комфортно работать на эти вот те же мы хотим работать комфортной среде да а сами круги запускаем не комфортно среды вот это очень важно вот еще такой момент важный это не отвратимость действия развивается все больше компании компании говорунов как я называю которые говорят 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 ничего не делать то есть это потом все копируется потом вся компания только говорит 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 ничего не делать вот что я предлагаю то есть у каждого из нас есть степень действий и это пропорцию вы задаете да то есть не надо бесконечно говорить надо действовать вот допустим все знают все лучшие решения мира созданы интровертами я об этом несколько раз говорил да ученые открытия все там представляет образ ученого но они же меняют мир то есть они делают то что раньше было не под силу вот поэтому здесь мы тоже должны двигаться понимать это это тоже культура и где-то вот сейчас вот мы вводим со следующей неделе у нас будет среда среда будет день без совещаний центральным офисом точно уберем все абсолютно совещания вот я считаю люди должны просто спокойно выполнять свою работу делать там смотреть и такие не надо постепенно увеличивать силы что только бесконечной коммуникации именно в делании и мы эту культуру сами определяем как она и где состоит отдельно я знаете читал последних управляющих мыслях мыслях про судебные системы внутри бизнеса то есть какие они это тоже важно как мы решаем конфликт вы знаете я для себя давно такое правило выработал при решении конфликтов знаете для себя вот какую условную установку я лучше пусть чуть добавлю какого-то своего убытка условного да это же не всегда деньги это там какие-то вот может быть как-то что-то но не удовлетворенных не должно быть мы недооцениваем роль важности справедливости при спорах а так как все знают что точка зрения зависит от места сидения то как правило сотрудник в принципе считает себя правом в принципе если он зашел спор да и вот эта базовая установка важное разрешение конфликтов либо нас нулевой суммы идет как теорию игр да ну когда там любом случае вы либо вы чуть-чуть все-таки добавляете и конфликт с не с нулевой суммы разрешается какая-то польза там возникает вот это тоже важная часть корпоративной культуры вот заканчивается ну и наверное еще немножко из последнего да что я тоже считаю немножко необоснованно нельзя не сказать об этом это все-таки диалоги и знаете идеология это то что очень спорно всегда и двояко отсутствие диалоги это тоже диалоги как ни странно правильно согласитесь вот поэтому диалоги в любом случае она в той или иной мере в организациях существует значит идеология всегда может строиться на нескольких основных моментах первое она может вот это я так сейчас рассуждаю на ценностях мне кажется это такая самый такой надежный вид диалоги когда признаются ценности всех сотрудников не компании один компания навязывает свои ценности а компания говорит мы признаем ценности сотрудников и в этом наша идеология грубо говоря каждого ценности признаем вот мне кажется что это самая сильная идеология. Другая идеология может строиться на достижении чего-то. То есть мы когда говорим, ребята, нам нужно 5 миллионов кубометров газа, грубо говоря, 5 триллионов. И это тоже будет идеология. То есть мы все подчинены какой-то цели. Идеология может быть и в каких-то социальных вопросах. То есть есть такие организации, которые делают. То есть идеология может быть разная. Влияет ли это на управленческую корпоративную культуру? Да. Нужно попробовать, по крайней мере, прояснить смысл идеологии, либо сказать, что ее нет. Вот если говорить о нашей корпоративной культуре и ее идеологии, то я скажу, что ее скорее нет. И это тоже идеология. Я считаю, я за долгосрочную эффективность, за то, чтобы всем людям было тут интересно, чтобы мы все были, каждый индивидуально уникален, но в то же время старался привносить вклад в общее дело и оставаться уникальным. И это не было связано с какими-то другими процессами, кроме как с личностью человека. Потому что я видел много систем, которые пытались внутри бизнесов строить идеологии. Вы знаете, это приводило к их замедлению. Потому что все-таки очень большой процент людей будет отвергать. Что бы вы ни взяли за основу, всем не угодишь. Но это, опять же, личное дело каждого. И руководителя, бывает, знаете, давайте я вам две крайности приведу. Одна из организаций, допустим, каждое утро поет гимн организации. Есть такие в бизнесе. И другой пример. Одна из организаций, каждую пятницу ходит, купается в холодной воде. Все организации. Потому что моржи, здоровый образ жизни, все дела. Кто не пошел купаться, тот, значит, плохой управленец. И это тоже идеология. Поэтому вот это важно понимать и где-то важно определять, на какой границе вы находитесь. Вот, коллеги, буквально 3-4 минуты в завершении такой общей речи. Смотрите, все это, вот все, что я сегодня сказал, в той или иной мере будет формировать самое главное. Будет формировать вашу вот эту управленческую карту, которая в итоге будет формироваться вот эту незримую корпоративную культуру, которую тяжело разделить на этапы. Вы знаете, ее не пощупать. Замерить вы ее, как я уже вначале сказал, сможете только по росту организации, по ее эффективности, насколько вы эффективны. Следующее. Что делать, если вы чувствуете, что вы неэффективны и у вас сформировалась, немножко практики, ладно, в конце совсем такой големы. Неэффективная корпоративная культура, управленческая. Первое. Не бойтесь ее менять. Вот прямо говорю. Вот самый большой риск, чем ты больше заваливаешься в какую-то неэффективную корпоративную культуру, тем сложнее из нее выйти. Я это точно говорю. Вы знаете, у нас много городов, все знают, мы с корнями меняли, что называется, потому что иначе не вылечить. Вот дискуссии до сих пор идут, может ли меняться человек, а может ли меняться организация. то есть вот считая, что ценности, допустим, организации, они тоже трудноизменяемы. И вы знаете, я с этим частично соглашусь. То есть организация со временем становится сильнее любого, любой ее составляющей. Любой. Даже в самых больших системах меняется руководитель с одного типа на другой. Вы знаете, организация сильно не меняется. и нужно годы, чтобы хотя бы немножечко поменять устои, хотя бы самую малость. Вот я, знаете, всегда размышляю, допустим, какой-то условно организация давно работает, абстрактная организация, приходит новый руководитель, вот ведь очень много времени нужно, чтобы что-то поменять. Я очень много видел, как много людей просто ломали не то, что копья, ломали, знаете, стальные свои характеры и не могли изменить организацию, потому что это сложно. Вот поэтому особое внимание всегда прошу уделить у себя и формированием вот этой культуры. Ее тяжело будет менять. И лучше с самого начала ее строить правильно, пока вы маленькие. С каждым новым этапом роста, этапом развития культура укореняется, корни прорастают. Все-таки я верю, что организация это живой организм, я в этом глубоко убежден. Там действуют те же нематериальные законы, законы природы, живых организмов. Это давно доказано. Поверьте, там та же инерция существует. У любой организации есть душа, это 100%. Абсолютно точно. Есть свои правила неформальные, там 90% реальных взаимодействий решается с помощью неформальных каких-то процедур, которые закреплены в организации вами или при вашем прямом участии. Вот коллеги, поэтому у меня большая просьба к вам ко всем. Вот все, что сегодня, я сегодня, конечно, понимаю, много наговорил, но это очень важно для формирования сильного бизнеса. То есть это очень важно для вашей интересной работы, потому что те люди, которые будут приходить, они всегда, есть поговорка, приходят в компанию, уходят от руководителей. Я бы ее чуть добавил, уходят от руководителей и корпоративных управленческих культур, которые сформировались. А от этого все наши усилия туда должны определяться. И если сейчас мы тратим на это, не тратим ресурсов, то сформируется не та управленческая культура, которую мы хотим, а та, которая, возможно, просто подходит здесь и сейчас, но не подходит через какой-то промежуток времени. Мы все должны чуть наперед мыслить, какая в следующем витке развития, а давайте немножко пофантазируем с вами, что будет через 3-5 лет, какие будут культуры у нас. А я глубоко убежден, будет культура людей, культура эффективности, инноваторства, культура не иерархия, а горизонтальные системы. До бирюзовых, конечно, не дойдем организации, но будет очень большая мультифункциональность каждого сотрудника. И вот там корпоративные культуры, они должны быть даже другие, чем сейчас. И те компании, которые это сделают, они в той будущей экономике, они там успешны. Но формировать мы все это будем сейчас, потому что это все 2-3-5 лет и никогда не поздно это делать правильно. Вот. Дорогие друзья, большое спасибо за внимание.